Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Я хочу поговорить с вами о чудесах. И вот что я хочу сказать. Чудеса происходят каждый день. Вот вам чудо. Рождение ребенка — это чудо. У меня четыре внука. Мне выпала двойная радость. Я не только держал своих детей. Я помню, когда родилась Алиса, Джош, Сэм. Я постоянно думал. Я сделал это. Этот ребенок мой. Это чудо. Поймите меня правильно. Я понимаю, что Бог предопределил, но Бог дал нам чудо размножения. Только я или кто-то еще считает, что рождение ребенка — это чудо. А как насчет дыхания в легких? Я исследовал этот вопрос. Послушайте, это очень удивительно. Вот как работает наше тело. Ваше тело — это чудо. Каждый день мы видим чудеса. Чудо смены сезонов. Чудо рождения ребенка. А вот и еще в человеческом теле миллиарды клеток. Миллиарды. 78 разных органов и более 60 тысяч миль кровяных сосудов. И все клетки, сосуды и органы работают над тем, чтобы вы были живы. Каждый орган принадлежит к одной из десяти систем тела. Эта система, она вся связана, все они связаны друг с другом и полагаются друг на друга. То, что ваше тело функционирует, это само по себе уже чудо. Все в вашем теле работает потому, что ему об этом говорит другая часть тела. Ваше сердце, оно бьется. Ваши легкие вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Подумайте о своем теле. Вы — настоящее чудо. Откуда взялся новый вдох? Откуда взялся следующий удар сердца? Это чудо. Чудеса происходят все время. Как насчет чудо сотворения? Кто из вас скажет на это аминь? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что Земля и Вселенная связаны? Вы когда-нибудь задумывались над чудом прилива и отлива? Прилив приходит, но недалеко. Он знает, когда остановиться и где. Это чудо творения. Я хочу показать вам, что говорит по этому поводу Библия. Необыкновенные чудеса. Вот книга Деяний, 19 глава. Бог творил необыкновенные чудеса через Павла. Люди брали платки, которым прикасался Павел, и отдавали их больным. И те исцелялись. Злые духи покидали их. Одни иудеи решили попробовать изгнать злого духа с помощью имени Господа. Но вот что говорит Библия. Павел творил необыкновенные чудеса. Это было обыкновенное чудо, а вот то — необыкновенное. Для меня чудо — это чудо. Но есть необыкновенные чудеса. Люди были настолько больны, что не могли дойти до Павла. И поэтому люди давали платки, которым прикасался Павел. После этого платок отдавали тому человеку, и он исцелялся. Кто из вас считает, что это прекрасное чудо? Павел мог быть лишь в одном месте. Но платки и фартуки? Вы никогда не увидите меня с фартуком. Это было бы необыкновенное чудо. И Шерон говорит на это «Аминь». Есть чудеса, связанные с природой. Я исследовал разные чудеса в Библии. Я действительно исследовал все чудеса Нового Завета и понял, что их слишком много. И буквально через минуту мы начнем рассматривать их. Итак, есть чудеса природы. Например, в Ветхом Завете Иисус Новин приказал Солнцу замериться. Его ждала важная битва. И он понимал, что Солнце садится. Он знал, что выиграет, но ему нужен был свет. Ему нужно было еще время. Хотя бы немного. Он не хотел переносить бой на завтра. Он хотел воспользоваться моментом. Уже сегодня. Библия говорит, что он посмотрел на Солнце. Я пытаюсь показать вам то чудо, в котором вы нуждаетесь. Иисус сказал, «Мне нужен свет». Солнце, стой, остановись. И представляете, Солнце остановилось. Возможно, вам нужно больше времени для чуда. Возможно, вам нужно обратиться к природе. Чтобы получить свое чудо, скажите, «Стой, Солнце!» Как насчет того случая, когда Иисус успокоил бурю? «Утихни», — сказал он. А как насчет Петра? Он пошел по воде. Возможно, Бог призывал вас к чему-то. Вы думаете, что вода не удержит вас? Но когда Иисус сказал Петру выйти, тот вышел и пошел по воде. Это чудо в природе. Возможно, сегодня вы пойдете по воде, услышав Слово от Бога. Бог творит чудеса с природой. А как насчет чуда с обращением воды в вино? Это чудо природы. Аминь, да? Если вы алкоголик и пытаетесь понять, можно ли вам пить, сделайте так. Возьмите стакан воды, помолитесь над ним. Если Бог превратит воду в вино, пейте. В противном случае, держитесь от этого подальше. Хорошо? Также есть чудеса обеспечения. Бог дает чудеса. Он обеспечивает. Деньги были в рыбе. Иисус сказал Петру, «Пойди, поймай рыбу и достань из первой рыбы деньги». Кто бы из вас хотел платить налоги таким вот образом? Это моя мечта. Слава Господу, что такое вообще было когда-то возможно. Но суть в том, что есть чудеса обеспечения. Вспомните масло, которое текло. Вдова сказала, «Я умру, у меня осталось немного масла». А пророк говорит ей, «Возьми так много горшков и кувшинов, как только сможешь». И она начала лить. Сначала в один сосуд, потом в другой. Сначала наполнился один, потом другой, далее третий. Бог может дать вам чудо обеспечения. И я хочу спросить вас, «Что лучше, чудо исцеления или чудо божественного здоровья?» Конечно же, божественного здоровья. Ведь если вам нужно чудо исцеления, то это значит, что вы уже больны. Бог может дать его. Я просто говорю о том, что стоит искать лучшего. Что лучше, если Бог спасет вас от банкротства или чудо процветания? Что лучше? Ну же, отвечайте. Давайте искать лучшего. Я просто говорю, что есть чудеса. Я верю, что чудо обеспечения кроется в нашей верности, когда мы даем на Дом Божий. Вы никогда не сохнете. Позвольте объяснить. Я сейчас покажу вам этот пример. Бог говорит Илье, «Илья, ты не можешь оставаться здесь». Я обеспечу тебя. Давайте-ка я спущусь к вам вниз, чтобы хорошо все объяснить и показать. Тебе нужно пойти к тому ручью, говорит он. И вот Илья пошел. В стране был голод. Илья пришел, и в ручье было много воды. И каждый день ворон прилетал к ручью и кормил Илью. Кто из вас знает, что это само по себе чудо? Просто попытайтесь прожить день без еды. Ходите к ручью и верьте в то, что Бог даст вам птицу, которая будет кормить вас каждый день. Это чудо. Но Библия говорит, что ручей пересох. Это было чудо. Тогда Бог сказал, «Пойди к вдове, и она обеспечит тебя». Если мы не будем осторожны, то будем жить у пересохшего ручья, у которого был когда-то Бог. Сегодня есть новые чудеса. А вы еще остаетесь там, у пересохшего ручья. Вспомните, когда Иисус накормил 5000 человек парой хлебов и рыбкой. Также есть чудеса исцеления. Библия говорит в Евангелии от Матфея 4 главе 23 стихе. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Смотрите, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. А как насчет того случая, когда Петр отрубил ухо рабу первосвященника, а Иисус сразу же пришил его? Я представляю, как Иисус говорит, «Эх, Петр!» А затем он берет ухо и возвращает его назад. Этот человек был в восторге. Вот третья вещь, которая может ограничивать чудеса в нашей жизни, это нехватка уважения. Если мы хотим видеть чудеса, то должны проявлять уважение. Но бунт ограничивает святого Израилева. Также плохая память и нехватка уважения ограничивают чудеса. Я уверен, что если бы мы лучше понимали это, то проявляли бы больше уважения. Вожение. Это когда мы придаем ценность, ценим, считаем важным. Евангелие от Марка 6 глава 3 стих говорит нам, «Неплотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Если вы не знали, то у Иисуса были братья. Не здесь ли между нами и его сестры? И соблазнялись о нем». Смотрите, что Иисус сказал им на это. «Не бывает пророк без чести разве только в Отечестве своем и у сродников своих и в доме своем». Он говорит о пророке без чести. Все знали его, потому что он жил рядом. «О, а я женился на его сестре, а я вырос с ним. Мы вместе тесали доски». Смотрите, что говорит Библия. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их». Я знаю многих людей, которые были рады этому только. Но Библия говорит, что он не мог сотворить там чудес. А почему? Из-за отсутствия чести. Если церковь не уважает лидеров, то в ней не будет никаких чудес. Если в браке нет уважения между мужем и женой, то в этом браке не будет чудес. Если молодой человек не уважает родителей и власти, то у него не будет силы Божьей, его обеспечения и руки Божьей. Послание к римлянам, 13 глава, говорит так. «Надавайте должное. Кому честь, тому и честь». Иисус говорил о людях, которые нарушали мудрость Слова Божьего. Он говорил о том, что они фокусируются на своих традициях, а не на Боге. Я хочу показать вам это место. Я пришел, чтобы благословить вас. Не для того, чтобы вам просто было хорошо, а чтобы вы получили познание, мудрость с небес. Я читаю вам Библию. Я знаю, что этот стих станет вызовом для многих. Я хочу показать вам его. Смотрите на себя. В Ветхом Завете Бог судил народы. В Новом Завете вы сами на себя наводите суд. Последствия греха и бунта передаются вам. «И так всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьи установления, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Люди говорят, «Бог навел землетрясение и уничтожил этот город. Бог так не поступает». Это Ветхий Завет, не новый. Но если вы решили житься в бунте и без чести, то, как говорит Библия, «Вы сами на себя навлекаете суд». Аминь. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Хочешь ли не бояться власти, что нужно делать? Библия отвечает на этот вопрос. «Делай добро, и получишь похвалу от нее, даже если они поступают плохо. Это уже я от себя добавляю, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божии служители, всем самым постоянно занятые». Сказано, «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». Меня не волнует, кто президент США. Он получит мое уважение. Можете не сомневаться, я не согласен со всем, что сделал этот президент, но он наш президент, и мы будем молиться за него. А за некоторых президентов нужно молиться усиленнее, чем за других. Аминь. Вопрос не в том, одобряете ли вы или осуждаете то, что он сделал. Вы должны понимать, что чудеса происходят, когда мы проявляем уважение. Иногда лучший способ проявить уважение – это закрыть рот и не жаловаться на результаты голосований. Аминь. Мы должны почитать лидеров церкви. Библия говорит в первом послании Тимофею 5 главе. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Сугубую или двойную? Я дам вам еще одну возможность. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую что? Молодцы? Особенно тем, которые трудятся в слове учений. Ибо Писание говорит не заграждая рта увала молотящего и трудящийся достоин награды своей. Сколько платят этому проповеднику? В этом нет чести. Вы можете говорить так, но не удивляйтесь, почему вашей жизни так мало чудес. Аминь. Библия говорит нам в другом месте. Послание к евреям, 13 главе. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Мы должны почитать наших мужей. Первое честь честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Бог говорит мужья, если вы не любите своих жен, Бог будет препятствовать вашим молитвам, и все дамы сказали на это, а, вы слышали их, да, и все дамы сказали, если вы не любите свою жену, то не удивляйтесь тому, что Бог не отвечает на ваши молитвы. Я говорил об этом ранее. Дамы, вы не против, если я обращусь к вам на минутку, а вы хотите видеть чудеса и благословения в браке, так же и вы жены повинуетесь своим мужьям, не чужим, не отцу своему, но мужу своему, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное жицее, да будет украшение вашим невнешнее Гуччи, Версачи, аминь, плетение волос, привет салонам. Я придумываю на ходу. Не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Дамы, скажите, а вы любите своих мужей по-настоящему? Тогда проявляйте почтение, почитайте их, повинуйтесь их лидерству, они руководят вами, они ваши господа. И все мужчины сказали «Где вы были последние 20 лет? Вы никогда не говорили так громко и теперь все вместе сказали «И тогда в вашей жизни будут чудеса». Я верю, что Бог благословит нас, если мы будем в согласии друг с другом. Бывает, что вы принимаете неверные решения. Мы с Шерон собирались купить машину, пойти на новую работу. Я пошел на площадку, чтобы купить микроавтобус и стать курьером в компании. Я пошел к дилеру, чтобы купить машину с женой. Дилер спросил «А для чего вы покупаете ее?» Мы рассказали, и он снова спросил «А как называется эта компания? Я до сих пор его помню. Эдвенс Курьерс. Он сказал «Я должен поговорить с вами. Вы хорошая пара. Я хочу сказать вам, не стоит делать этого. Я знаю эту компанию. Они не все делают по закону и часто подставляют людей. Хотите чудо? Продавец машин не захотел продавать мне машину. Аминь. Ну и последнее. Чрезмерная фамильярность, она может слышать, и она может ограничивать силу от Бога. Мы говорили о нехватке почтения. Нет пророка в чести, кроме как у него дома. Иногда мы относимся к людям как к чему-то само собой разумеющемуся. Мы слишком близко знаем их и можем пропустить то, что Бог поместил в их жизнь, глядя на то, что происходит за кулисами. Если вы хорошо знаете кого-то, то можете перейти на фамильярность. Я не понимаю, как кто-то может прийти в церковь во время поклонения, сложить руки на груди и смотреть по залу, по сторонам, разглядывать, кто там и что поет. Я думаю, да твое сердце просто охладело. Подключи свой как ты можешь стоять рядом с царем царей. Тут Господь господствующих на этом месте. Так прославь его, прославь его по-настоящему, не будь зомби-ящиком, а он стоит и не поклоняется. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. «Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог как следует описать то, насколько прекрасен Иисус, как сильно он любит нас. У него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со мною от всего сердца, скажите эти простые слова. Господь Иисус, я прошу тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя и молюсь тебе аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv касая гифт. Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Пусть Бог обильно благословит вас. Мы говорим «Да». Лидерскому колледжу «Волна». Мы получили возможность послужить, получить образование, возрасти лично, принять помощь наставника и стать частью семьи. Мы сделали правильный выбор. Ваша история начинается здесь, в Лидерском колледже «Волна». Сделайте свой выбор. Я хочу предоставить возможность нашим зрителям, с которыми я разговариваю лично. 42 тысячи человек смотрят нас каждое воскресенье. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы хотите поддерживать нас каждый месяц или сделать одноразовое пожертвование? Вы поможете нам донести это послание как можно большему числу людей. Мы транслируем наши передачи в России и на Ближнем Востоке. Ваша партнерская помощь поможет нашему служению выходить в разных уголках мира. Послание, которое Бог дал нам, несет жизнь, но мы не могли бы поделиться им без вашей поддержки. Зайдите на наш сайт по адресу stivtv.tv касая TV-партнер. Становитесь нашим партнером. Вы можете сделать одно пожертвование или жертвовать каждый месяц. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и дать вам возможность стать нашим партнером. Библия говорит, что когда вы участвуете в чем-то большем, ваша жизнь становится в свою очередь больше. Это хорошая почва. Мы будем молиться за всех вас. Мы всегда молимся за наших зрителей, за тех, кто с нами. Но знайте, что мы также молимся за благословение и для наших партнеров. Спасибо за поддержку. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.